пинокс дополнил свою серию акварельных красок экстра новым набором 18 цветов теперь их 36 палитра уже почти полная дальше будут какие-то еще дополнения на сегодняшний момент в продаже присутствует два набора первый о котором уже рассказывали и второй набор который является дополнительным его не надо рассматривать как самодостаточный какой-то комплект который вы покупаете после этого можете пользуясь только им написать полностью работу нет здесь добавлены две желтые это титанат никеля бензимидозолон желтый это насыщенный яркий желтый цвет тоже близкий к лимонному добавлен прозрачный хинокридон перол более холодный чем в предыдущей серии перилен темно-бордовый который в зарубежных сериях называется перилен марун каштановый кадмий пурпурно-красный кобальт фиолетовый темный ультрамарин фиолетовый ультрамарин темный синяя фталцианиновая это холодный оттенок фталцианиновый железной кислой лазурь цирулиум оксид хрома зеленый все вы его знаете оксид железа красный на 101 пигменте оксид железа красно-коричневый это гранулирующая краска которая создает очень красивые гранулирующие эффекты оксид железа умбра это коричневый пигмент номер 6 браун 6 оксид железа который можно назвать сепи эти названия условно они не имеют никакого отношения не к провинции италии не к чернильному мешку каракатиц и черный оксид железа бк-11 популярный у тех кто любит грануляцию и монохромную живопись приступим к выкраскам свойства красок можно оценивать по нескольким качествам это прежде всего скорость набора на кисть второе это интенсивность это насколько то что вы набрали обладает краще способностью это разносимость насколько хорошо разносится краска по листу остаются ли там какие-то линии или штрихи от кисти и сама текучесть то есть как краска ведет себя на увлажненной бумаге начнем с титаната никеля это пиелу 53 все третий желтый пигмент он обладает кровящими свойствами такой достаточно насыщенный светлый это наверное самый светлый желтый пигмент который я знаю при этом он кроющие способностью тоже обладает краски сейчас не замочены в целом я должен сказать что краски пинокс не нуждаются в предварительном замачивании присутствие меда внутри краски она обеспечивает быстрый набор на кисть и в течение полугода это точно качество будет сохраняться пока ну немножко вы не вымыть и тут вот мягкое связующие из кювета видно что в густом слое перекрывается нас черная полоса видно что краска не очень подвижная но при этом она мягкой бархатно растекается при растягивании в градиент полосок почти не остается их очень трудно контролировать потому что и оценивает потому что эта краска очень светлая следующий цвет это бензимидазолон желтый это 154 желтый пигмент он обладает большей прозрачностью и в принципе может служить хорошей заменой кадмиевых желтых красок средних набирается он достаточно быстро в толстом слое он немножко перекрывает черную линию в тонком слое при высыхании он станет почти прозрачным по поведению ну где-то да он близок вот именно к кадмию желтому среднему то есть он и не лимонный он и не оранжеватый он именно такой вот средний желтый цвет те кто стремится отказаться от кадмиевых красок по каким-то своим причинам могут выбирать его в качестве замены этих желтых дальше у нас идет пигмент красный пер 209 это хинокридон красный он наверное самый прозрачный из красных в серии pinux он обладает румяным оттенком я бы его назвал таким брусничным он и не теплые не холодные какой-то вот средний такой на границе теплых и холодных оттенков то есть он в плотном слое не создаст темного тона потому что это очень светлая краска при этом за счет своей прозрачности она обладает очень мелким пигментным зерном мягко растекается очень мягко то есть вы не увидите здесь каких-то дорожек при этом эта краска отлично себя ведет в лессировках и при даже небольших добавках она обладает высокой красящей способностью то есть окрашивает например желтые оттенки сразу в такие вот цвета утренней зари следующий цвет это перелен темно-бордовый это pr 179 цвет обладает оттенком такой сворачивающейся крови может быть бордового вина постоявшего что-то среднее между винным и шоколадным оттенком быстро набирается создает темный тон это не очень активная краска но растекается на мягкой достаточно аккуратно при разнесении в градиенте следы от кисточки сглаживаются и градиент получается ровным в самом темном слое этот оттенок становится почти шоколадный с красным отливом при высыхании он немножко охладиться и может служить хорошей заменой для пер 83 то есть ализарина кримсона для получения теплых бордовых оттенков хорошо смешиваются синим и обладает высокой прозрачности дальше идет пигмент пер 108 те кто знакомы с обозначением пигментным понимают что это кадмий красный но в данном случае этот кадмий красный он выглядит немножко неожиданно для него было придумано название кадмий пурпурно-красный набирается очень быстро и плотно обладает подвижностью то есть он лучше чем предыдущие участники растекаются хотя видно что 209 уже вот он двинулся то есть он неторопливый но все-таки подвижный товарищ здесь этот пигмент в мокром состоянии он скорее бордово-красный что может обмануть неискушенного акварелиста и может показаться уместным из него сделать какие-то насыщенные красные цвета на самом деле при высыхании он потухнет он станет ближе к гематитом таким вот красным то есть что-то среднее между капут-мортумом и кроплаком по оттенку растекается бархатно деликатно тонкая фракция заполнила заливку тяжелая фракция осталось лежать на месте если мы сделаем градиентную растяжку то получится равномерная заливка краска гранулирующая склонна к образованию заметного рисунка в гранулах нельзя сказать что она какая-то прозрачная или кроющая потому что кроющие краски и их способности зависит исключительно от толщины слоя которым вы их положите отлично себя ведет смеси с зеленым образуя красноватые включения в зеленых заливках одна из самых дорогих красок в серии экстра это кобальт фиолетовый pv14 краска своеобразная у многих производителей она очень плохо набирается на кисть создавая такой клейкий субстрат здесь она набирается быстро в тонком слое она немножко голубит в голубизну такую впадает в в густом слое она немножко розовит в целом очень аккуратно растекается создает гранулирующие эффекты для того чтобы их оценить наверное надо не делать плавный градиент а попробовать вот такие включения с водой немножко сделать растекается очень аккуратно давая бархатную границу заливки прекрасно себя ведет в смеси с дополнительными цветами желтыми в смеси с зелеными дает глубокие синие оттенки светлые я этой краской люблю спасать неудачные тени ультрамарин темный в отличие от светлого он немножко плотнее по тону темнее что логично из его названия следует также у него более крупное пигментное зерно и он лучше образует гранулирующие структуры вот это свежие краски мы еще ни разу не мочили вот так они набираются он не самый темный то есть не надо ожидать что он будет самым темным в линейке и в соревновании там с другими производителями но грануляция у него очень аккуратная очень стабильная вот и как все гранулирующие краски в густом слое он может перекрывать черную линию в тонком слое он ведет себя почти как прозрачный пигмент то что мы называем прозрачность фтал цианиновый синий пигмент pb15 без индекса это просто голубой оттенок он холоднее чем привычный всем пб15 дробь 3 по оттенку он немножко напоминает где-то кобальты даже и является хорошей заменой для кобальтов в изображении неба так видно что он растекается но не очень быстро то есть тоже растекаемость она еще очень сильно зависит от качества бумаги в данном случае это сандерс на сандерсе рисунок растекания он всегда такой вот меховой немножко в то же время краска прозрачная чистая насыщенная в самом плотном тоне она может дать такой оттенок уже и при этом разносится до очень прозрачных так железная лазурь это наверное единственная краска у пинокса которая обладает такой спорной прочностью потому что железная лазурь она выгорает на цвету на ультрафиолете и хотя и поставлено три звезды ну она в первую неделю может измениться потом эти изменения они могут нивелироваться вот при этом оттенок она меняет как ни странно не в тонком слое а в толщине то есть когда мы густую берем заливку такой градиент то чуть-чуть то он теряется в толстом и толстом слое железная лазурь краска универсальная она недостаточно холодная недостаточно теплая то есть она где-то вот находится посредине между то 15 дробь 3 голубым это в толстом и новое синее то что называется green шейд в западном варианте здесь мы видим что она прекрасно растекается обладает высокой прозрачностью из нее получаются очень хорошие бордовые если вы смешиваете с красными красно-фиолетовые да и очень хорошие зеленые при этом она обладает очень темным тоном сама по себе в густом слое она потом покажу как она будет себя вести при разнесении она дает аккуратный градиент без полосок вот и если бы не ее вот это качество по изменению тона на свету она была бы наверное идеальной синей так следующий цирулиум pb 35 в отличии от 36 цирулиума который иногда называют green шейд этот оттенок он чуть-чуть холоднее светлее набирается он достаточно хорошо дело в том что этот цвет он обладает склонностью к образование агломератов то есть иногда в кюветах он каменеет и поэтому производители часто туда добавляют избыточное количество связующего и у многих производителей краска образует такой вот блестящий клейкий слой который блестит после высыхания обладает невысокой интенсивностью низкой пигментации в нашем случае краска очень интенсивно то есть это один из ну очень удачных цветов в серии экстра то есть мне очень нравится кобальт фиолетовый в принципе вот все цвета которые мы здесь видим они сопоставимы с лучшими производителями но вот этот циррулиум мы видим что он еще и хорошо гранулирует и растекается то есть это не свойственно вообще для циррулиумов текучесть и интенсивность набор пинокс удалось сделать хорошую краску вот в плотном слое он немножко будет перекрывать у нас черную полосу и прозрачность будет пониженная в тонком слое практически ведет себя как прозрачная краска грануляция стабильная ведет себя прекрасно в отличии от 36 который грануляцию не дает ну или дает ее очень деликатно так дальше у нас оксид хрома зеленый понятно все оксиды хрома зеленые есть еще гидротированный оксид хрома это тоже называется веридин в данном случае нормальный цвет военной техники в этот в эти цвета красят обычно солдатские машины ну или по крайней мере в советское время краска обладает крупным зерном склонны грануляции то есть в общем она вполне ведет себя ожидаемо нельзя сказать что она очень такая подвижная тем не менее она способна растекаться по влажной бумаге вот она очень хорошо будет мешаться с дополнительными цветами то есть если вы берете оксиды хрома то они прекрасно себя ведут с прозрачными красными смеси в густом слое она похожа на гуашь поэтому самое главное не пытайтесь нарисовать ею интенсивную зелень или газоны зеленые деревья лучше делать через синие смешанные с желтыми зеленые получится прозрачнее интенсивнее и насыщеннее как раз вот эти гарнулирующие зеленые краски их надо активнее использовать в сложных замесах оксид железа PR101 это один из самых разнообразных красных пигментов которые я знаю потому что при одном индексе мы можем встретить как кроющие так и прозрачные краски мы можем увидеть как красно-оранжевые так и тусклые красные более холодноватые красные оттенки и при этом все это будет один индекс пигмент он является оксидом железа красным несмотря на какое-то присутствие примесей то есть чем больше примесей тем более сложные оттенки у него получаются в чистом виде он вполне узнаваемый оттенок ржавчины в толстом слое он кроющий он видно что он хорошо течет на ровной бумаге побежал сразу такие дорожки волосы образовались при разнесении в градиент полосочки разглаживаются то есть он хорошо разносится склонен немножко к грануляции ну является не самым прозрачным и не самым оттенком то есть он обладает в тонком слое такой полупрозрачностью в густом слое он закрывает перекрывает нижний рисунок дальше у нас идет еще железноокисный цвет это пигмент коричневый шестой это то что у пинокса названо умброй название как я говорил условные никакого отношения к авианске провинции этот пигмент не имеет значит он выглядит он более зеленый чем конечно красный оксид железа за счет примесей он сдвинут к желто-зеленоватому оттенку но он не такой зеленый как может быть вам привычным например если вы любите отечественные умбры которые окрашены подкрашены зеленым то есть на самом деле если вам нужен зеленый оттенок вы всегда можете добавить туда что-нибудь типа оксида хрома или фталцианиновую зелень или какого-нибудь перилена или желтенького на крайнем случае вот то есть все яркие умбры которые вы видите на самом деле они чем-то подкрашены вот либо это какие-то естественные примеси либо это просто органические пигменты или тот же оксид железа оксид хрома который в небольших количествах можно добавить к этим краскам так это у нас будет убра так 102 красный это железноокисный красно-коричневый цвет он очень своеобразный потому что у него есть собственная грануляция которая происходит за счет примесей судя по всему это небольшое количество черного оксида железа который присутствует в этом пигменте сначала он заливается просто коричневатым потом когда постоит у него часть зерен начинает коагулировать и образуют такие вот черно-фиолетовые точечки чуть позже это будет видно теперь еще один оксид железа это пигмент коричневый шестой но уже он будет называться сепия это опять условное название ни одна каракатица при его изготовлении не пострадало у привычных вам производителей обычно сепии это смешанная сажа с чем его типа красного оксида железа он более коричневатый менее зеленый вот более темный и в смеси с ультрамарином дает почти черные оттенки краска средней подвижности она не очень сильно растекается но тем не менее образуют вот эти бархатные края такие по границам заливки разносится хорошо полосок никаких не остается краска склонна к грануляции не очень сильная но в то же время она вполне себе заметна вот ну и последним участником нашего мероприятия выступит черный оксид железа вам в целом это краска хорошо наверное известно те кто любит грануляции они знакомы с нею краска может называться вернее ну краски на этом пигменте могут называться марс черный могут называться черная окалина черный оксид железа если этот черный оксид железа получен минеральным способом то как-нибудь по названию минералов из которых он получит вот краска достаточно хорошо набирается то есть мы видим что вот я по сухой квете повозил и вот у нас уже черный цвет растекается она великолепно она побежала он дает очень хорошую грануляцию то есть если мы дадим несколько капелек то в этих местах хлопья будут образовываться немножко иначе чем на ровном слое но даже сейчас видно что структура уже образуется краска интенсивная плотная краска великолепная я считаю то есть все что от нее можно ждать она предоставлена для того чтобы только что все и они и 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 Субтитры создавал DimaTorzok